Представить Россию перед другими странами выпала честь и ивановским активистам. Делегация 70 человек в ближайшее время отправится на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студенчества в Сочи. В понедельник с активистами встретился губернатор, чтобы пожелать ребятам удачи. Отбор на фестиваль был очень жестким. Конкурс составил 7 человек на место. У каждого участника есть проект, который он и представит в Сочи. Мы сегодня посмотрели несколько проектов. Проекты все на самом деле достойны. Но хоть мы и небольшой срез с этого дела посмотрели. И они все имеют право на реализацию. Конечно, конкуренции проектов и предложений будет много. Но и России много всего сегодня требуется. Поэтому не сомневаюсь в том, что наша делегация выступит там достойно. И Ивановская область прозвучит на этом фестивале. Ивановская область на фестивале будет защищать корреспондент нашего телеканала Любовь Почерникова. Вместе с мужем, журналистом газеты «Рабочий край» они презентуют проект, который позволит подружиться ребятам разных национальностей. В Сочи семья журналистов привезет открытки, выполненные школьниками областного центра. Каждый в свой город, когда вернется, начать активное общение. Например, обмениваться темами. Каждый в своей стране пишет, например, про хобби, про увлечение. Все это собирать и публиковать на отдельном портале. Запускать всевозможные акции. Например, мы у себя проводим в России, в Иванове, день без интернета. И ребята у себя проводят день без интернета и обмениваемся итогами. Всемирный фестиваль молодежи соберет более 20 тысяч человек из 150 стран мира. Запланированы научно-образовательные, дискуссионные, культурные и спортивные программы. Участники посетят выставки, квесты, кинофорумы. Поучаствуют в мастер-классах и работе творческих мастерских. Старт фестиваля запланирован на 14 октября. Мария Смирнова, Антон Осип, ФРТВ, Иваново.